Сейчас продолжит наши новости криминальная рубрика, ориентировка в эфире Орент-ТВ. Проректора под суд. Прокуратура передала в Ленинский суд материалы уголовного дела в отношении проректора по научной работе АГАО. Александр Ковшинов обвиняет в злоупотреблении служебными полномочиями, а сумма ущерба составила более 5 миллионов рублей. 5200, если быть точным, 5 миллионов бюджетных денег, которые были бы в бюджете, совершенно не лишние. Было установлено, что ряд помещений федерального имущества, принадлежащих федеральному имуществу, проректор АГАО используется без согласования с территориальным управлением. Указанные помещения по договору инвестирования и совместной деятельности передавались предпринимателям. Общая площадь занимаемых помещений АГАО коммерсантами составила более 400 квадратных метров. Были организованы буфеты, а в одном из помещений даже кафе. Помещение занимало как раз и принадлежит АГАО, является федеральной собственностью. В этом помещении располагалась кафе «Янтарь», которая по заявлениям того же самого предпринимателя до прошлого в качестве свидетеля по делу приносила доход 200-300 тысяч рублей в месяц. Из этих денег он не платил ни аренды, ни коммунальные платежи, он зарабатывал исключительно на себя. В прокуратуре говорят, Александр Ковшинов частично преднал свою вину. В целом по этой статье ему грозит до 10 лет тюрьмы. В минувшую субботу в центре города произошла авария. Автомобиль ВАЗ-2107, который двигался по улице Краснознаменной, протаранил автомобиль Киа, который двигался по улице Пролетарской. По инерции отечественная «семерка» врезалась в припаркованную «Шкоду». ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. По словам сотрудников полиции, водителю «семерки» была оказана медицинская помощь. Больше никто не пострадал. Кто из водителей не соблюдал правила дорожного движения, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. С контрабандой через границу на станции «Илецк» сотрудники полиции задержали предположительную преступницу. Гражданка Киргизии в поезде «Бишкек-Москва» пыталась провести сильнодействующие вещества, в том числе тестостерон и сильнодействующие эфиры. В одном из купе была обнаружена картонная коробка, внутри которой находилось 215 бумажных упаковок. В каждой упаковке находились пузырьки с веществом прозрачного цвета. Было возбуждено уголовное дело. Данные вещества ограничены свободным обращением на территории Российской Федерации. Они могут применяться как в области ветеринарии, так и в медицине, только по специальным рецептам. Общий вес изъятых веществ – 2 килограмма. Женщину задержали по статье «Покушение на контрабанду». За подобное преступление ей грозит срок до двух лет лишения свободы. Полиция города Орска просит содействия. Разыскивается Унгер Владислав Генрихович, 1985 года рождения. Мужчина подозревается в убийстве. Всем, кому что-либо известно о его местоположении, просьба обращаться по телефону в городе Орске 3063-18 и 3241-79. Субтитры создавал DimaTorzok